Казахстан субсидирует соседние страны, импортируя строительные материалы. Такое заявление недавно сделали в Национальной палате предпринимателей, при том, что государство само способно производить большую часть необходимой продукции для возведения новых зданий и жилых домов. Взять тот же кирпич в республике есть все возможности для того, чтобы снабжать внутренний и часть внешнего рынка казахстанским кирпичом. В Казахстане нет производителей цветного кирпича и облицовочного кирпича, который применяется в отделке. Мы практически весь этот кирпич завозим из Узбекистана, России, Украины и Белоруссии. Причин, что страна не снабжает внутренний рынок своим кирпичом, несколько. Одна из них – давление со стороны зарубежных предприятий, находящихся, как правило, в приграничных районах. Местным производителям физически сложно конкурировать в неравных условиях. Российский производитель, любой, он имеет возможность варьировать ценой. Потому что все-таки производить кирпич на 18 миллионов человек, как и любой товар, и на 140 миллионов человек – это совершенно разные издержки, совершенно разные нормы прибыли. По данным экспертов, в год казахстанские заводы выпускают до 250 миллионов стандартных керамических кирпичей. Такого объема при строительном буме недостаточно. Особенно эта нехватка ощущается на севере и западе страны. Для того, чтобы закрыть потребность, стройкомпании привозят кирпич из соседней России. При этом имеющаяся на сегодня ситуация не говорит о том, что интереса к отечественной продукции нет. Он как раз-таки высок. Прежде чем выбрать поставщика, мы непосредственно просим образцы, потом сертификаты испытаний, соответственно, потом сертификат соответствия качества, потом прохождение различных проверок. Казахстанский кирпич уже зарекомендовал себя на внутреннем рынке. Проблема больше заключается в другом, в нехватке имеющихся объемов. Впрочем, это не единственное, над чем компаниям-производителям нужно работать. Сможет ли Казахстан покрыть внутренние потребности рынка? Есть ли возможность ухода приграничных регионов от кирпичной зависимости? Какие меры нужно предпринять, чтобы в строящемся Казахстане всегда хватало собственной продукции? Обо всем этом в новом выпуске «Промышленность». Производство кирпича сами специалисты называют делом нехитрым. Главное – наличие сырья, а оно в Казахстане есть. Немаловажным считается в рыночной экономике и умение продавать свой товар. С последним, считают экономисты, у отечественных компаний есть проблемы. В стране около ста крупных и средних предприятий, входящих в отрасль. Производят они силикатные и керамические кирпичи. За год выпускают до 250 миллионов штук. К примеру, только на этом заводе производят более 6 миллионов кирпичей в год. 35-40 тысяч кирпичей в день примерно производим. Над этим трудятся 45 человек. С карьера берется глина. Она проходит через станок, где получает форму. После чего выкладываем сырец на поле для сушки. Это занимает примерно два дня. После чего обжигаем его. На все про все уходит до пяти дней примерно. Вопрос с логистикой. За 4 года существования компания решила. Кирпич доставляется по Алматы и области за счет спецтехники, которая имеется при заводе. По словам производителей, интерес к отечественной продукции у казахстанцев стабильно высокий. То есть то, на что еще несколько лет назад сетовали эксперты, мол, внутренний рынок предпочитает импорт, уже кануло в лету. Люди сейчас понимают, что отечественный продукт является лучше, чем зарубежный. Наш народ начал сейчас понимать, наши подрядчики, что отечественное производство надо поддерживать. Тем временем экономисты считают, что производителям есть над чем работать, а именно над умением продавать собственный продукт. Грамотно выстроенный маркетинг позволил бы тем же приграничным регионом, заваленным зарубежной продукцией, решить вопрос импортозамещения. То есть, по сути, проблема заключается не только в отсутствии конкурентных предприятий в областях, граничащих с той же Россией. Этот вопрос можно решить за счет увеличения объектов. Способность заявить о себе рынку и продать выгодно свою продукцию – вот что необходимо развить казахстанским компаниям. Компании, которые работают в секторе проектных услуг, они говорят, мы не знаем представленности отечественных производителей. Давайте мы вместе встретимся, переговорим, что нужно, в каком виде информация нужна. Если наши производители будут активно здесь отрабатывать, с нашими отечественными компаниями, то в последующем мы можем выходить на рынки приграничных государств, особенно приграничные районы Российской Федерации. Если обратить внимание на приграничные районы Российской Федерации, то это 20-25 миллионов человек. Это больше, чем наша территория, нашей страны, ну, по населению. Соответственно, это большой рынок потребления. Выходить на рынки соседних стран Казахстан может при условии увеличения предприятий по выпуску кирпича. Сейчас же, как заявили в Национальной палате предпринимателей, мы субсидируем зарубежных поставщиков, скупая их продукцию для строительства. На территории нашей республики производят глиняный кирпич, силикатный разных размеров. В чем есть острая потребность, так это в облицовочном цветном кирпиче, который применяют в отделке. Практически всю продукцию нам приходится закупать в России, и в Беларуси, Украине, Узбекистане. Спрос может быть покрыт за счет создания необходимых предприятий. И делать это нужно скорее, потому как технологическая модернизация уже предлагает замену обычному кирпичу. Основные проблемы, то, что мы технологически отстаем. Вторая причина в том, что кирпичное строительство было заменено другим материалом, это газоблоками из ячеистов бетона. То есть он оказался дешевле, легче, меньше нагрузка на фундаменты и на саму конструкцию, но она недолговечная. В качестве решения проблем профильная ассоциация предлагает создать кирпичный кластер. Лучшее для этого место, по их мнению, окрестности Алматы из-за сырьевой базы и наличия высококлассной глины. Инициативы были озвучены на уровне правительства. Для создания блоков кирпичной промышленности сегодня имеются достаточно хорошие условия, главная из которых – наличие доверия у населения. Прошло то время, когда казахстанцы с недоверием присматривались к отечественной продукции. С каждым годом осознание того, что нужно поддерживать местное производство, у наших людей растет. Пример тому объемы продаж в строительных магазинах. Казахстанского кирпича мы продаем в день около 5-6 кубических метров. В основном спрашивают казахстанскую продукцию. Но немаловажно отметить, что иной раз бывают такие случаи, что 5 человек из 100, которые спрашивают именно кирпич, они спрашивают зарубежный кирпич. Это связано с тем, что у них не конкретный интерес идет к данному зарубежному кирпичу. Это связано с тем, что если у них в смертной документации прописано, что зарубежный должен быть кирпич, они только в таком случае спрашивают. Но в основном, основная доля массы – это казахстанские кирпичи. Ситуации, когда в проектно-сметной документации обязательный пункт использования импортной продукции немало. Обычно подобные правила прописаны у зарубежных застройщиков. Такая тенденция начала складываться в ранние годы, когда отечественные предприятия не имели возможность покрыть имеющийся спрос. Принятие необходимых мер приведет к тому, что количество кирпичей, производимых в год, вырастет и преодолеет сегодняшнюю отметку в 250 миллионов штук. Любой крупный российский производитель, он может легко маневрировать ценой, нормой доходности и выходить на рынок Казахстана. В то время как наши производители этого не имеют, к сожалению. И в первую очередь это цена. Второй момент, где они конкурировать могут с нами, это все-таки ассортимент. Если это новые заводы, то они более технически модернизированы, они могут произвести более широкий спектр продукции. И это тоже позволяет им конкурировать. По качеству я не могу сказать, что по качеству мы будем проигрывать. На мой взгляд, в принципе, мы имеем возможность конкурировать по качеству. Возможно, у нас сложность именно с маркетингом. Маркетинг – это самая важная проблема всех отечественных производителей. Таким образом, остро стоит вопрос не только в том, сколько мы производим, но и как продаем. У Казахстана сегодня есть возможность выпускать качественный керамический кирпич, нарастить производственные объемы. Продукт востребован внутри страны и интересен зарубежным потребителям. Даже при таком, казалось бы, неплохом объеме выпускаемого кирпича у нас не хватает производителей кирпича на западе Казахстана и в некоторых северных областях Казахстана. Да, 100 крупных и средних объектов пока не способны отвоевать у импортеров собственный рынок. Но к этому вопросу необходимо подходить комплексно, утверждают эксперты. Увеличить количество заводов, выпускающих керамический и силикатный кирпич – это одно. Другое дело – заявить о себе как о предприятии, способном удовлетворить имеющийся спрос. Говоря иначе, познакомить со своей продукцией потенциального потребителя. Вопрос с выпуском облицовочного кирпича стоит более остро из-за отсутствия необходимого сырья. Однако нарастить потенциал в том направлении – дело времени.